Девушки отдыхают Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф. Юдиверсия в студии Сергея Гурентьев. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». В «Айсберге» большой выбор бытовой техники и электроники. Адрес Орское шоссе 4Г. Телефон 3-33-93. Вначале краткий обзор основных тем. В Гае выявлены три ребенка, заболевших свиным гриппом. По мнению специалистов, причин для паники нет. Кто в ответе за чистку дворов? В спорном вопросе поставлена точка. В администрации ГАИ новое назначение. Заместителем главы по соц. вопросам назначена Марина Ильина. Бабушек и дедушек вновь обучат компьютерной грамоте. Учить пенсионеров будут волонтеры. Начнем с происшествий. В четверг по улице Ленина, 38, в одном из подъездов произошел пожар. На месте работали два расчета ПЧ-28. Звонок на пульт 01 поступил от жильцов третьего подъезда. Люди пожаловались на запах гари и задымление, распространяющиеся по этажам. На место прибыли специальные службы. В ходе тушения оказалось, что это тлели деревянной конструкцией подъезда. Виной могла стать незатушенная сигарета. Минувший четверг отметился большим количеством дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили сотрудники ГИБДД, за один день произошло свыше восьми аварий. Так, два ДТП произошли на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина. В первом случае водитель автомобиля Субару не справился с управлением и допустил наезд на стол пешеходного светофора. Чуть позже УАЗик догнал иномарку, остановившуюся на красный сигнал светофора. К другим новостям. Согласно распоряжению главы Гайского городского округа, на должность заместителя главы по социальным вопросам назначена Марина Ильина. Долгое время Марина Юрьевна занимала должность ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Эта должность в настоящее время пока вакантна. В Гае трое детей заболели свинным гриппом. Такие сведения были получены в результате исследования диагностического материала среди учащихся школы номер 6 и детского сада номер 20, рассказали нам в Роспотребнадзоре. Заболевшие дети находятся не в тяжелом состоянии. Родители вовремя обратились за медицинской помощью. По мнению специалистов, причин для паники в данном случае нет. Важно соблюдать все правила профилактики, озвученные врачами. Как рассказали медики, состояние пациентов оценивается как стабильное. В настоящее время всех тяжелобольных врачи посещают лично, в том числе и детей. Всем заболевшим оказывается своевременная квалифицированная помощь. В городе приостановлен образовательный процесс в школах и частично в детских садах. Кроме того, согласно постановлению администрации, все культурно-массовые мероприятия запрещены. Так, в ГАИ на время карантина прекратили свою деятельность кружки и спортивные секции. Запланированные ранее массовые мероприятия переносятся на февраль. В разгар эпидемии врачи советуют соблюдать все меры профилактики и своевременно обращаться за медицинской помощью. Если взрослый человек почувствовал недомогание. 37, 38, головка побаливает. Его действия. Значит, ну это вирусная инфекция. Просто повышение температуры до небольших цифр. И катаральные явления. То есть насморк, чихание, першение в горле. И, как следствие, присоединяется ларингит. То есть у человека проседает голос, у него появляется осиплость голоса. На сегодня наиболее востребованными противовирусными препаратами является инговерин и тимифлю. Во-первых, наименьшее раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт принимается одна капсула в день. Тимифлю мы даже назначаем беременным. Сколько примерно в день сейчас взрослого насилия не обращаются? Вот по этой поликлинике за вчерашний день обратилось у нас, к нам обратились 57 человек. 57 человек. Это высокая цифра. Значит, и на дому. На дому были обслужены где-то у нас порядка 23 человека. Какое лечение человек с признаками, симптомами вирусной инфекции может сам себе позволить? Противовирусные, вы сказали? Обязательно противовирусные. Еще что-то, я не знаю, витаминки, маси оксалиновые, что ли? Как еще можно лечиться самому? Значит, скажу. Часто промывать нос и полость рта. Предпочтительно, вот я, например, практикую раствор соли. Вот у меня стоит, значит, слабый солевой раствор. Я промываю полость рта и полость носа. Второе, ношение маски обязательно. Помимо противовирусных препаратов, необходимо назначить антибиотики. Антибиотики грамотно может назначить только доктор. На сегодня вот у нас разграничен поток, как видите, больных. У нас везде расклеено объявление, что врачи в всех температурищах осматривают на дому. Для этого у нас есть отдельный прием, где больных даже с температурой 37 и даже 36,5 примет у вас доктор, врач в инфекционном отделении. Либо, если у вас такая температура, и мы видим, что перегружен этот доктор, мы в кабинетах врачей сразу направляем этих больных. Врачи принимают их в первую очередь и определяются с тактикой ведения. Чем опасна грипп или вирусная инфекция? Дают осложнение, в первую очередь, на легких. Причем это может развиться очень быстро. Чем опасна? Поэтому необходимо наблюдение врача однозначно. Врач, когда какие-то сомнения видит, что нарастают признаки интоксикации, делаем обязательно рентгенологическое обследование для того, чтобы исключить пневмонию. Вот на сегодня у нас лежит в терапии здесь 10 случаев с пневмонией. Нагрузка на врачей сейчас имеется в виду. Огромная. Набор лекарств, как продуктовая корзина у нас есть, а это лекарственная корзина, будет выливаться в какую-то копеечку. Само собой. И причем эта копеечка становится все более и более ощутимой. Вот на сегодня пока у нас ингаверин, вот здесь 570 рублей, по-моему, стоит упаковочка на курс. Ингаверин здесь вот, да? Один взрослый человек на 10 дней. Да, да, как раз на 7 дней. Одна капсула в сутки. Вроде очень перспективно и в то же время не так болезненно. Я думаю, что если не будет прокурорского надзора, это 570 превратится в 900 рублей. Мы уже так сидим, рассуждаем. Сколько еще нам терпеть? Полтора-два месяца. То есть до конца зимы это минимум? Да, думаю так. Ну, причем это волнообразно. Сегодня побольше, завтра поменьше. Если человек заболел, прошел курс лечения, там, неделю, 10 дней, 2 недели, каков риск, что он опять заболеет? Переболел одним типом вируса, может заразиться другим типом вируса. Но, вы знаете, у нас высокая прослойка, на что я уповаю, иммунизированных. Мы все-таки делали прививки, у нас где-то порядка 37% привито люди против гриппа. Поэтому, я думаю, вот это сыграет свою положительную роль. Но гриппа сейчас в ГАИ? Пока нету. Пока нету. Болеем и лечимся от вирусной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно ведут учет заболевших вирусом ОРВИ. За 28 января было выявлено 148 больных. Всего с 18 по 28 января зарегистрировано 1117 человек, пораженных вирусом ОРВИ. Как сообщают врачи, все лечебные учреждения города снабжены необходимым количеством противовирусных препаратов. Также в аптеках имеются необходимые медикаменты. По прогнозам специалистов, эпидемию придется потерпеть еще месяц. Сотрудники ФМС возбудили очередное уголовное дело за фиктивную постановку на учет гастарбайтеров. 54-летний гаичанин за вознаграждение прописал граждан ближнего зарубежья. При этом они никогда у него не проживали. Теперь гаичанину грозит серьезный штраф до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы. Всего за 2015 год по результатам межведомственных проверок было выявлено 20 подобных фактов. Спрос на фиктивный учет высок у граждан Таджикистана и Узбекистана. Гастарбайтеры даже составляют списки тех, кто готов за деньги оказать им такую услугу. Как правило, гаичане, соглашающиеся на фиктивный учет, злоупотребляют алкоголем. Договориться с ними не составляет особого труда. Однако, как предупреждают сотрудники ОФМС, выявить мертвые души в квартирах горожан несложно. Проверки соблюдения миграционного законодательства проводятся в ГАИ регулярно. И главное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за эти преступления, весьма суровое. По многочисленным просьбам жителей города ГАИ, медицинский офис «Инвитро» предлагает программы ежегодного профилактического обследования. Только с 15 января по 15 февраля. 9 лабораторных исследований всего за 599 рублей. Ждем вас в медицинском офисе «Инвитро» в городе ГАИ по адресу улица Октябрьская, 58, телефон 51055. «Инвитро» марка номер 1 в России. Салон «Штор Интерьер» приглашает за покупками. Тюль, портьерная ткань, ламбрикены, бандо. Постоянное обновление ассортимента, гибкая система скидок. Салон «Штор Интерьер». Ждем вас по адресу. Гай, улица Ленина, 56. Молодая Гайчанка причинила имущественный ущерб пенсионному фонду. Девушка в период обучения в учебном заведении получала социальную пенсию по потере кормильца. Впоследствии Гайчанка умышленно скрыла факт отчисления и продолжила получать пенсию. Своими действиями она причинила ущерб пенсионному фонду в размере 27 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту ведется разбирательство. Школьники Гайя сразятся в веселые Олимпийские игры. Организаторами выступают отдел образования, спорткомитет, ДСААФ, информподдержка, портал гай.рф. Впервые спортивный праздник был проведен в Гае в 2014 году и был приурочен к открытию Сочинской Олимпиады. В программу Олимпийских игр войдут следующие веселые состязания. Степной бобслей, гайский биатлон, шортрек в мешках, парное фигурное катание без коньков. Также школьники сыграют в хоккей в валенках и выяснят, кто сильнее в перетягивании каната. Планируется, что праздник зимних спортивных игр состоится 7 февраля на хоккейном корте школы номер 7. Начало в 2 часа дня. В состав каждой команды войдут 3 юноши и 3 девушки. Возраст участников от 14 до 16 лет. Приглашаются все желающие поболеть за спортсменов. Количество пользователей всемирной сетью интернет в ГАИ скоро увеличится. Для бабушек и дедушек округа вновь открываются курсы по компьютерной грамотности. Подобное обучение пожилых людей проходит уже не впервые. Примечательно, что в лице преподавателей выступают школьники, волонтеры города, которые прошли специальное обучение и делятся своими знаниями с людьми преклонного возраста. Инициатором программы был город Оренбург. Это региональная программа бабушки и дедушки онлайн, где дети у нас ездят в лагеря. Лагерь называется Академия Нучки Ком. И там обучаются, и потом к нам приезжаем, мы встречаемся с бабушками и проводим курсы. Мы обучили около 100 человек за 3 года существования проекта. Многие люди приходят общаться с нулевыми знаниями о компьютере. И просто начинаем учить их с самого простого. То есть мы говорим, что такое компьютер, что вот эта клавиатура. И они сразу, они записывают все, они рисуют рисунки, рисуем схемы. Все это закрашиваем каждую кнопочку, чтобы это было более понятно. На следующий день они приходят уже полностью овладев этим материалом. То есть они очень легко и быстро даже учатся. Проект бабушки и дедушки онлайн работает в ГАИ уже третий год. За это время компьютерной грамотности обучились порядка 100 человек. Занятия проводятся на базе школы номер 3 и школы номер 10. После курса пожилые люди могут свободно пользоваться интернет-ресурсами и узнавать всю необходимую для себя информацию. По словам волонтеров, обучать бабушек и дедушек компьютерной грамоте вовсе не сложно. Главное – желание. Сложнее всего дается эта мышка, как владеть мышкой. Как открывать папку, как то, что нужно нажимать на правую, на левую кнопочку. Они всей рукой давят на мышку. То есть вот это дается самое сложное. То есть ну как заходить в интернет, в одноклассники, соцсети или же официальные сайты города ГАИ. Это без проблем. Вообще печатать тоже без проблем. Самое сложное – это вот освоить мышку. У нас был такой интересный случай. Мы первый раз пришли на это обучение. И у нас вот эта девочка, она взяла себе бабушку, которая в дальнейшем ее отвезла к себе домой, чтобы она ей все наглядно показала на ее компьютере. Занятия начнутся с 9 февраля для первой группы желающих обучиться и с 29 марта для второй группы. Запись на курсы ведется по телефону 4-22-13 или по адресу ГАИ, переулок Суворова, 4А, городской молодежный центр, кабинет номер 5. Контактное лицо Олеся Владимировна Скрипкина. В конце выпуска о погоде в ближайшие дни в ГАИ пасмурно возможен небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью – минус 11, минус 18, днем – 9-15 ниже нуля. Программа была подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». В «Айсберге» огромный выбор бытовой техники и электроники. Город ГАИ, Орское шоссе, 4Г, телефон 3-33-93. На этом наша программа завершается. Новости, объявления и много других полезных сервисов доступны вам на портале гай.рф. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова